всем привет с вами гринайт и мы продолжаем дейсган поехали искать наркомана неудачника который лишил нас врача будем я бы его прикончил на самом деле прям на месте суда и следствия но полковник требует выполнение приказа ладно будем выполнять поделать ресурсов а у нас мало почувствовать слышишь да у и вернусь слышу за меня джин слушай я тебя не поблагодарил смысле за помощь да ладно я просто выполняю но капитан ну эти следы свежие посмотрим поближе ладно посмотрим вот ты где поглушителя надо давайте глушитель и наверно сюда на один патрон хорошо пошли бутыли бутыли и забираем у меня надо попасть внутрь какие люди нету людей поможет ваше отступление хорош сядь пригнись так ладно сначала у таямься так ну я думаю сейчас днем а ног она все равно как-то более ну сама накладно у нас есть давайте да здесь дистанционным потребом а подушка безопасности ладно тогда пока не тратим пока что не тратим вот керосин пригодится пошли лутать все это дело блин белая на белом не ну почему их вот так засыпает снегом пока найдешь того того кто мертвый но патрон можно было сейчас зажигание все дела ништяк по любому что интересно есть так она нам не надо нам нужен только лом вот эту бутыль бы я мог забрать но как видите пока что нам не дали рецепта просто клон валяется еще но то я не залутался чашизик диккен сэнт-джон как дела-то его облажался я бро не хотел я его убивать и откуда он только там взялся док был хороший он мне помог он мне помог но вставай нет я не хочу в петлю но придется я не хочу в петлю я не хочу я не хочу в петлю слушай меня криво ты дрыгаешься обсираешься эти будилы стоят по стойке смирно и ржут над тобой стоят и ржут не хочу в петлю не хочу в петлю дико не дай меня повесить я прошу ладно войд дико не Это равно жалко мудакам. Угу. Могу сказать одно. Полковник точно не обрадуется. Ну, а чё поделать? Чё поделать? Ну, я там не залутал, там до хрена всего. Ты чё, Алё, гараж? Ну? Нашли его уже мертвым. Передос. Вернули большую часть препаратов, но не всё. Как будто мало несчастный наш мир повидал разложение. Как будто в нём и без того слишком мало безмозглых бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. И на сей раз. Не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. Как он выжил? Сто процентов. А, с Тейлором. Чёрт возьми, как он выжил. Какой-то синий череп. Ладно. А, это туда-сюда. Как жизнь? Привет. Дикон, ты слышишь? Это Сара, мне нужно с тобой поговорить. А, да, я здесь. А ты как будто радостная. Просто я всё поняла. Слушай, мне был нужен только секвенатор ДНК. Теперь я готова. Можно опробовать мою сыворотку. Угу. Ого, хорошо. А чем тебе помочь? Расскажу приличной встрече. Я пошла. Дикон, Капрал Сент-Джон, рад видеть. А, заправить. Вот так. Не туда. Не туда. Лишний раз. Капрал Сент-Джон, Дик. Так, а что вы по косту? Ага, сюда. Заглядывай. Так, а трофеи надо? Я тут новенький. Меня зовут Дикон Сент-Джон. А, нет, тебе не буду продавать. Приятно познакомиться. Я Элла Салазар. Зови меня просто Салп. Так это... Сюда надо таскать уши? Угу. Именно сюда. Если у тебя есть уши фриков, приноси их мне. Понял. Значит... Не буду, потому что здесь и так денег вагон, а лучше они только в другом лагере. Стоп, погоди. Тебе нужен живой? Знаешь, трудно ставить опыты на трупе. Вот. Что это? Это сильный транквилизатор. Должно хватить, чтобы доставить в лагерь. Я так близка к цели. Осталось чуть-чуть. Я почему-то уверен, что у меня ничего не получится, поэтому убивать придется всех все равно. Дикон, прием. Я вот поехал искать тебе шакала. Отлично. Только мне нужен один вполне конкретный. В смысле? Конкретный шакал? К югу отсюда, рядом с Рим Драйв, есть старая турбаза. Там теперь целая колония зараженных детей. Ну, шакалов. Ясно. Как доберешься, сообщи. Конец связи. Целая колония шакалов. Не терпится увидеть. Да. Сэмшон, ответь. Капитан, лейтенант Уитакер дала мне поручение, так что я сейчас немного занят. Понятно. Свяжись со мной как закончишь. Мы готовы испытать оружие Уивера. Конец связи. Ммм. Черт. Все-таки не получилось у Сары обогнать Уивера. Сара, я на месте. Смотри, тебе нужно найти девочку в красной футболке. Детская футболка такая, знаешь, с котеночком. Удивительно, что полковник все это еще не сжег. Я сказала, чтобы этих не трогали. Я уже несколько месяцев беру анализы крови у самых маленьких. Без них препарат не сделать. Ну, ладно. И как мне ее оттуда вытащить, не поубивав всех остальных? Слушай, я не знаю. Придумай что-нибудь. Мне нужна девочка в красной футболке. Ну, они на меня нападают. Я ничего не могу с этим поделать. Типа, я все равно всех поубиваю. Так. Угу. Так, о чем мне надо? Попалась, мерзавка! О, господи! Ага. Уничтожить. Да все равно уничтожить, да? Да не, нет. Пистолет надо. А, он у меня один. Ну, уничтожить. Угу. 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 Угомонись! Все? но это типа живой а очухался до вы где лев киросинку пустил так господи где вы там но не только не сосна типа не убивает никого но убить всех после того как надо забрать почему именно это делать нужен тебе живой получишь но сам довезет а я не трогаю мне весь байк обоссал полковник не разрешает заводить питомцев нужен живой подопытный я смотрю вы хорошо ладите с лейтенантом у и таки по долгу службы сэр службы ограничитель полковник не приемлет вольности между солдатами и офицерами нет ни в коем случае сэр ну да продолжай слушаюсь помоги мне у них в организме все шиворот на выбор от чего ты хочешь считать ну как я и говорил ничего не не знаю что ты там намешала но сработало момента ну нам же надо от них избавиться ты не оружие делаешь а ты чё не допер что ли господи зачем им думал а если добуду изначальную линию клеток из кловердейла получил антитела и смогу и смогу деконструировать вирус господи и теперь получается что все это время я работала в пустую бывает не спасти мужа никогда не стать нормальным короче вставай начни сначала ты не видел что сейчас произошло у этого ребенка все клетки тела взорвали вот почему нельзя сдаваться что ты сказала ребенка а знаешь сколько таких тварей я убил и ни разу не приходило в голову что ведь это же чей-то ты думаешь нет нет впервые за два года я встретил вменяемого человека хорошо помню ночь когда я потерял тебя но теперь понимаю это было не когда я посадил тебя на вертолет а через сутки мы с бухарем приехали в лагерь где ты должна была нас ждать а там были фрики повсюду вертолеты горели люди кричали так много людей мы дрались мы победили и что в итоге трупы трупы повсюду я смотрел каждый каждое лицо их там наверное было тысячи или больше я смотрел каждый из них вот тогда и тебя потерял а бухарь бухарь короче он два года ходил за мной как нянька мне было просто насрать вообще на все и тут я вижу вертолет нера над башкой и начинаю что-то чувствовать я думаю знаете пошли вы пошли вы даже если она жива знаете что я сделаю я ее найду и мы уедем ко всем чертям в гробу я видал ополчение не хочу я воевать и не хочу жить в лагере так почему ты еще здесь из-за тебя из-за всего над чем ты так впахиваешь забыв обо всем на свете большинство людей думаю только выживание а ты пытаешься мир спасти ну это паршиво получается в общем с тобой переводить дух и пробуй снова поедем в клавердейл у них лучше оборудование мы перероем все их записи ты серьезно будешь помогать да буду буду потому что ты в это веришь не сдавайся поедем на север да мы поедем на север скажем что за припасами но уже не вернемся мы дезертируем если нас поймают они нас повесят но зато вместе мэм да дик полковник тебя вызывает я сейчас собирайся я скоро буду спасибо дамы так они смысле не просто реальность линяют все типа это конец к брал сэнджон полковник прошу за мной все готово да сэр так точно в полной боевой готовности байк заправлются я чет наверное не понял лейтенанту и веру завершил разработку испытаем результат давно пора готов подпалить орду орду что-то не так капрал нет сэр не не всегда готов и с удовольствием вот так наш человек господа это начало новой эпохи приступайте лейтенант выверг за мной так ну ладно не сами ну что сделаем делаем так вы ждете здесь а я иду один тебе шить надоело боец нет вот поэтому мне лучше пойти одному даже с фирменными коктейлями от уивера мы не сможем вынести всю орду одним махом нет так что я спущусь туда покажусь им у кокошу нескольких а потом будут драпать и думаю как их малость притормозить ловушки поставлю и взорву их нахер просто если мы сунемся туда вдвоем начнется бардак мы натравим орду друг на друга лучше вы ждите здесь и наблюдайте если что примчитесь и вытащите меня есть идеи получше никаких а пистолет мне не вернул на байке есть еще молотов и патроны хорошо хорошо это все пригодится так а вот это я забираю так это нет это мне не надо а бомба с дистанционным есть так подушка безопасность так нет сначала идем сюда бомба так это манок а это бомба манок так с дистанционным управлением сделал хорошо так керосин полистирол бутыль а ясно так заряжаем беру так это зарядили это хорошо так это тоже у него забираем хорош я говорю надо их как-то замедлить эти уроды любят толпиться лезут друг другу на голову если найти узкий проход между грузовиками зданиями или типа того им понадобится время чтобы протиснуться и от них оторвусь ты взорвешь их нахрен именно при необходимости повторить до полного уничтожения орды и это твой план ну в общем да удачи сообщай если помощь нужна вряд ли это вопрос удачи то есть типа вот сюда да ну вот сюда давай на грешу бы так ща 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 мы тут наставим им так не 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 надо парочку поставить это сто процентов куда же бы у вас это ну в принципе ладно вот сюда можно так вот это я заберу легендарный кучер так нет ни ловушки а вот это пошли пацаны пошли-пошли-пошли-пошли-пошли собираемся давайте ребята давайте ну тихо 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 не хотите какая то разошлись разошлись маленький уношку Сюда, 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 сюда. Поближе, поближе ко мне. Давайте, давайте, давайте. Уходи, Сэнджон, уходи! Ага. Много еще, капитан? Ты вынес примерно четверть. Продолжай. Пытаюсь! А! Серьезно? А в смысле? Почему? А почему она взорвалась? Я же не нажимал. Тихо-тихо-то! А сейчас мне кто-нибудь объяснит, почему... Почему она взрывается, я не нажимаю. У меня на байке есть еще молотовые патроны. Хорошо, хорошо. Это все пригодится. А, что за бред? Подождите, я не понял. Я нажимаю на Г. Когда мне надо. А почему... Они... Типа это... Срабатывают просто так. Бред. Ну, ты возьмешь, нет патрона? Спасибо. Я вот сейчас маленько разочарован. В таком деле. И каков твой план? Я говорю, надо их как-то заметить. Типа я ставлю, она взрывается. Друг другу на головы. Или я ставил... А у меня не было других. И как только я от них оторвусь... Ты взорвешь их нахрен? Именно. При необходимости повторить до полного уничтожения орды. И это твой план? Ну, в общем, да. Удачи, Санжел. Сообщай, если помощь нужна. Вряд ли это вопрос удачи. Вот, вон, сейчас все наберем. Дофига всего. Найду у тебя применение. Ага. Так, где у меня... Монок создам. Бомбу Монок. Ась, хорош. Так, орда пока отходит там. Пускай отходит. Но это вот единственное такое прям узкое-узкое место. Почему оно взрывается, я вообще не понимаю. Я не нажимаю. Типа... Пикнуть не успеют. Так, ну пошли. Так, давай Монок. Бомбу Монок. Давай, на, лови. Ага. Хорош. Давайте, ребятки, давайте, давайте, давайте. Сэнджон, уходи оттуда. Иду я. Ага. Мы сверчились. Так, давай, 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 пацаны, давай, давай, давай. Подходи. Ловите, ловите еще. Получилось. Смесь Уивера работает. Пламя даже отсюда видно. А я даже еще не... Тебя-то зачем подпалил, дебил? Хорош. Давай, 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 протискивайтесь. Сэнджон, ты не перебил почти половину, так держать. Так, микстуру надо бахнуть. А, нет, стимулирующую. Бегу за тобой. Ну, пускай, пускай бежит. Ну, стой, готовы! Хочи гай, я их вижу. Чувак, не лезь. Видите меня? Видите? Ага. Видят они тебя, видят. Все, есть. Тихо, тихо. Что что? Пора их поднимать. Ох, ё! Летимся. А, хорошо. Было близко. Красиво. Так, тихо, тихо, тихо. Так, где? Ага, создать не могу. Ну, ладно, придется вот эту брать, да. Да ты дуроч! Ну, почему она сама вкрывается? Что за бред-то? Она сама бьет. Болел. Зальчоу, на тебя идет стая. Давай, я в турсе. Он упрощил так вот. Гоу, немного еще. Осталось немного, хабрал. Где эта четверть? Отдыхайся! Да, лови! Ага. Хорошо. Да не бей меня, ага. Устань. Ага, вот так! А вот там свежее мясо! Как ощущения? Вот! Черт! На! На! И на! И на! Коури, пожалуйста! Пожалуйста, скажите, что это все! Поразительно! У тебя получилось! Ты перебил целую орду! Да, мне расплюнуть! Расплюнуть! Это было жестко. Так. Бомба-монок. Не делается. Хорошо. Сара, ты слышишь? Она сама взрывается. Лейтенант Уитакер говорит Капрал Сент-Джон. Ответьте на вызов. Ах, куда ты подевалась? Капитан, я сейчас пытался связаться с лейтенантом Уитакер. Она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе? Да, она будет в восторге. Это уж точно. Скоро ее увидишь. Лейтенанту Уиверу пока не говори. Я хочу сообщить лично. Да, не вопрос. Да, да. Я понял. Ваше право. Конец связи. Это мне нужно. Мне все нужно. Мне все нужно. Так. Ага, можно использовать. Так. Это просто монок. Бомба-монок. Ну, пороха нет. Все упирается в порох. Так. Это что у нас? Забираем. Так. Где-то здесь еще что-то было. А, вот бутыль стоит. Керосин стоит. А что керосин-то не забрал? Дурак, что ли? Так. Теперь место... Ну, блин. Хотя тратить такую здоровую на... На гнездах было бы жалко. Что стоит-то не херово. По ресурсам-то. Так, пойдемте дальше. Дособирать все ресурсы. Которые здесь паляются. Все ухи собрать. Обрезаем их тут. Да. Жестковато было. Бомбы не так должны работать. Они детонируют сами. Непонятно от чего. А не просто от приближения детонируют. А, подушка безопасности? Серьезно? Так вырывается. Башка застряла вот типа там. Так. Ну, вот первые две группки, которые я замочил. Так, ну здесь точно ничего у нас. Вот это можно было взорвать бочку. Там, наверное, что пропан или что у них там? Так, давайте заодно здесь проверим. Сейчас-то здесь должно быть много всего. Да. Сейчас-то здесь. Так, калаш. Понятно. Вот бутыль. Уже хорошо. Туда же забираем. Побегали мы знатно. Ну, маленько не так, как должно было быть. Так, на полновый коктейль. Бутыля не хватает. Ну, а где тут еще ухи не обрезанные? Вот, опять этот появился. Значит, все, в принципе, респавнится. Многоух прям. Знатно. Че еще могу. Тут не могу больше, да? Здесь что-то я по-любому подберу, потому что у меня много чего иссякло. Чемульский фестиваль пива. Да, господи, залатай ты. Опять я еще тряпку, что ли? Так, ну здесь вроде... Ага, вон что-то на столе лежит. Че это? А, неплохо, неплохо, неплохо. Так, ну, вроде бы все. Ну, можно возвращаться. Давайте, так. Пороха не хватает. Так. Ну, с подрывом. Я не понимаю, почему. А я, ну, я приклеил ее. И я сам рядом прошел, она взорвалась. Я не нажимал. То есть, ну, на гажок нажать, на гайка это надо постараться. Получилось? Ты сумел? Уивера, спасибо. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил? Ну, вы знаете, когда на пятки наступает Орда, это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. А, ну, возможно, возможно, возможно. Ой, блин. Хе-хе. Хе-хе. Сегодня отмечаем в офицерском клубе. Да уж, кажется, кое-кого повысят. Эй, ты идешь? А, знаешь, вы идите, я догоню. Мне надо сперва кое-что сделать. Ну, ладно, ждем. Это последнее. Только ничего не разбейте. Кое-что из этого незаменимо. Что происходит? А где лейтенант? Капрал Сент-Джомб. Простите, сэр. Ничего, сынок. Весь ключевой исследовательский состав был переведен. Переведен? Куда? Просто я принес ей то, что она мне заказала. Понимаю. Но у нас... Пойдем, сынок. Идем. Мэм, приказ полковника. Мэтт, так нельзя. Ты не можешь держать меня в заперти. Вольно, капитан. Мэтт, ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! Эй! Все нормально. Нормально. Мэм, я принес вам те материалы. Идемте за мной. У меня новая задача. Это будет яд. Помните, эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял, а я тебя вот еще. Спасибо. Да, мэм. Полкан понял, в чем дело. Мне кажется, капитана рассказала. Истребитель Орд. 18% уже выполнено. Но мы много Орд замочили. Питан Коури, прием. Да-да-да, капитан. Сейчас, сейчас. Так. Нет. Нет. Так, а стрельба, что у нас тут? Нет. 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 Так, это все прокачано. Ой, а, выживание еще же у нас есть. Тин-тин-тин-тин-тин. Ну, да. Да, те Орлиные Глаз, да. Попытаемся подкачать до конца. Слушаю, капитан. Тебя вызывает полковник. Он в ковчеге у себя в апартаментах. В апартаментах? Ха-ха-ха-ха-ха. Так, это мы поняли. Ну, Орды не отмечено, да еще? Ладно. Куда? Сюда. Ну, давайте хотя бы послушаем, да, там. Сэр, я тут... Полковник, я просто... Солдат, подчинявшийся лейтенантам Уитакер и Уиверу, тот, кого ты заменил, ушел в самоволку. Он вломился ко мне и забрал принадлежащую мне Библию. Верни мне ее. Да, сэр. Я отметил на твоей карте место, где его видели. Ты свободен. И все? Типа, ради этого он меня звал. А, послушали речи полковника? Хорошо, это мы послушаем. Так, а где... А, ты мне отметил вот эту карту. Так, ну, давайте послушаем хотя бы, чтобы она просто уже не висела. Сара, ты на связи? Прием. Капрал Сен-Джон, извольте не нарушать субординацию. Рядовой, у меня много работы. На выход. Извините, мэм, приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват. Да, господи, а можно было мне дать это? Типа, но еще же не ночь. Но мы бы постояли, дослушали бы тот диалог, а потом бы так... И ночь. И вот этот диалог как раз. Ладно, давайте послушаем. Куда деваться? Давно я стоял перед вами и скорбел о гибели капитана Хименеса. Нашего единственного врача и моего близкого друга. И ради какой великой цели погиб капитан Хименес? Чтобы один наркоман, жалкое ничтожество, а не человек, смог ширнуться. Хименес погиб, потому что встал между наркоманом и сумкой с препаратами. Я предпринял меры, чтобы такого не повторилось. Ради их же безопасности я переместил лейтенантов Уивера и Уитекер в Ковчег, где они будут находиться под охраной 24 часа в сутки. Все, кто обладает специализированными знаниями и навыками, незаменимыми навыками, механики, инженеры, ученые, медперсонал, будут переведены на посты в Ковчеге до окончания войны. Отныне в Ковчег будут пускать только тех, кто выполняет особое задание, и только при условии, что я лично дал добро. Никаких исключений. Я начинаю понимать, что наш враг, к сожалению, вовсе не фрики. Они не ведают, что творят. Человечество во всем его упадничестве и грехе. Вот кто наш враг. Так, приглядывайте за своими соседями. Зло окружает нас. Все свободны. Он слишком набожный. Но он типа еще говорит, я так понимаю, да? Ну, типа все, отпусти. Бред. Он не тот текст, не та анимация была. Так, ну... Зара, ты на связи? Прием. Капрал Сент-Джон. Извольте не нарушать субординацию. Мы это тоже слышали. Рядовой, у меня много работы. На выход. Извините, мэм, приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват. Просто у меня возник вопрос по поводу вашей заявки. Слушаю. Там написано, что вам требуется цикута. Да, она растет на берегах болот. Можно поискать на северном краю Кламадской топи. Наверняка там будет. Кламадская топь, понял. Капрал. Она крайне ядовита. Это самое токсичное растение в Северной Америке. Хорошо, я буду осторожен. И еще, в тех местах есть зараженные вороны. Надо взять что-то, чем можно сжечь их гнезда. Сжечь гнезда, понял. Еще один момент. Тот другой проект, над которым я работаю. Скоро появится новая информация. Спасибо, Капрал. Конец связи. А на сегодня, думаю... Нужны патроны для дробовика. Нужны молотовые, чтобы сжечь гнезда. А что, у тебя молотовых нет? У тебя есть. Так что не в риме тут. А на сегодня все. С вами был Горинайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на подлист и на паблик в описании под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok